Дорогие друзья, как я и обещал, в нашем сегодняшнем уроке под номером 20 Мы переходим к разучиванию грандиозного для нас по значению цикла из 24 этюдов Фернандо Сора Как я уже сказал, вот так мы будем потихонечку продвигаться по одному этюду Я думаю, где-то через 5-6 месяцев То есть это очень основательная капитальная работа Нас с вами ожидает Это моя редакция, моя аппликатура в этих этюдах Это мой набор нот В общем, тут всё моё, так сказать Проверено, это не то, что где-то в интернете скачано на плохо отсканированном варианте, так сказать Это вот всё собственноручно набрано в программе «Финали» Это профессиональный нотный редактор Я, слава богу, им неплохо владею Вот, это моя аппликатура Всё тщательно продумано И вы в этом убедитесь Через некоторое время там всё логично с точки зрения аппликатуры И я уверен, вас в этом отношении много ожидает сюрпризов Потому что это не обычная аппликатура Вы это увидите Тут всё не так Ну, какие-то там типичные вещи, конечно До мажор, он и есть до мажор И другими пальцами его нет резонно играть Но вообще вы увидите много интересных находок аппликатурных Конечно, по своей традиции, которую я уже давно использую Я аппаянда буду обозначать очень тщательно Это, я считаю, очень важный элемент моего педагогического метода Который облегчает учащимся задачу Там Субтитры подогнал «Симон» Очень красивая музыка И вы будете всё время испытывать радость от общения с пьесами Esor Это был мелодист Это был человек, прекрасно знающий гитару Её особенности, её возможности, её красоту Тембра И он это всё использовал Её полифонические возможности В общем, вы будете наслаждаться Хотя это вроде бы этюды То есть пьесы предназначены для развития технических навыков Вместе с тем, ну, у Шопена тоже этюды есть Но это настоящие музыкальные шедевры Это картины музыкальные То есть Пусть вас это не смущает Это не только учебная литература То есть на этом, конечно, мы будем учиться Но это и художественный материал Который вполне в состоянии Заставить испытывать глубокие впечатления и глубокие чувства Я ведь не потому, поверьте, не потому, что я сам музыкант И я, в общем, скорее Ну, я как-нибудь расскажу, кто я такой Вот более подробно Но я к музыкантам с самого детства отношусь С огромным пиететом Это какие-то особые люди Это потрясающие люди В большинстве своем Это колоссальные люди Личности Невероятные Вот я Напомню вам случай Может быть, кто-то из вас его знает Что великий Людик Бетховен Был в доме у графа У князя Лихновского У князя Лихновского И его оскорбил один из военных там офицеров Он спросил А на чем вы играете? Ну, Бетховен, не подозревая подвоха Ответил на фортепиано А офицер в ответ, значит Так довольно саркастично пошутил А на скрипке вы не играете еще? Ну, имея в виду, что вы, мол, не трактирный еще Или там не бродячий музыкант Потому что, ну, на скрипках играли Очень много в то время На улицах, там, в трактирах и так далее То есть он, конечно, имел в виду именно это Не игру погонения Не искусство погонения, а именно вот Какой-то трактирный вариант Бетховен был оскорблен этим Он заперся в комнате для гостей Князь Лихновский, в свою очередь Почувствовал себя тоже обиженным Он приказал открыть дверь в комнату Бетховен отказался Князь приказал взломать тогда дверь Ее взломали и увидели Бетховена Поднявшего над головой кресло Которым он хотел, значит Оглаушить и князя И всех там смести вообще В пыль раздробить Но он вовремя помнился, значит Отбросил это кресло в сторону Быстрым шагом вышел из комнаты Никто не посмел его задержать Он пришел домой Бетховен И написал такое письмо Князь Да, значит Своим положением Тому, что вы князь Вы обязаны случайностью рождения Тому, кто есть я Я обязан самому себе Князей было и будет тысячи Бетховен же один То есть он Прекрасно знал Кто он, что он И какой дар божественный Он носит в себе Он Не был самоуверенным Но он понимал Кто он Князей было и будет тысячи Бетховен же один Так оно и Есть И будет Бетховен же один